Спорткомплексы «Луч» прошли первые в стране всероссийские соревнования по кунг-фу Винчун среди детей и юношей. Турнир приурочен к семилетию образования школы Винчун в Сергиевом Посаде. За такой относительно небольшой срок школе удалось добиться того, что соревнования всероссийского масштаба проходят именно в нашем городе. Мы очень старались, работали много, чтобы приобрести статус, чтобы провести соревнования. Мы неоднократно участвовали в международных соревнованиях всероссийских. И вот последний раз даже к Калининграду у нас было выступление. Вот по количеству медалов мы первое место заняли. И Всероссийская федерация, скажем, решили, что мы имеем возможность по масштабу, по качеству провести соревнования именно в Сергиево Посаде. В поединках участвовали дети от 4 до 14 лет из Сергиева Посада, из Москвы, Переславля-Залесского, Калининграда. Дети не только разного возраста, но и разной степени подготовки. Я занимаюсь давно, уже около 6 лет. А в соревнованиях приходилось участвовать? Да, приходилось участвовать в Костроме, в Угличе, ездили в Санкт-Петербург. А есть какие-то места? Да, есть и третьи, и вторые, и первые даже. А почему решила заниматься? Ну, чтобы развивать свои навыки, чтобы знать технику. Ну, полгода это точно. Полгода занимаешься, да? И как, что скажешь про Венчун? Что это такое? Есть, ты узнаешь, как можно драться, какие приемы. Ну, вот, например, на тебя напали, можно легко отмазаться. А почему решил заниматься Венчуном? Ну, потому что я раньше ходил на каратэ, там ничего не учили. А тут учатся защищаться и драться. Ну, и драться ты не боишься? Нет. По словам инструкторов, Венчун хорош тем, что не требует серьезной физической подготовки. Начинать заниматься им можно в любом возрасте. Считается, что именно этот вид единоборства лучше других подходит для детской самообороны. Венчун, такое универсальное боевое искусство, оно на самом деле не настолько популяризировано в России. Хотя в себя включает, можно сказать, все виды, как бы кто ни было, боевых искусств или спортивных направлений. Вообще это считается, опять же, такой мягкий стиль. Это за счет того, что есть еще и женское здесь начало. И здесь никогда Венчун не отвечает грубой физической силы на грубую физическую силу. Венчун уступает, в то же время уступает не свою позицию, а пропускает мимо себя силу, направленную на него. Пользуется этим и, в общем, наносит какой-то такой поварный удар. Здесь, наверное, это, похоже, школа змеи, либо женщины. Каждый из юных бойцов получил памятный кубок и медаль. На следующий год Московская областная федерация кунг-фу Венчун планирует расширить географию городов-участников. По словам организаторов, популярность этого единоборства среди детей растет с каждым годом. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».